Беларусь и Вьетнам разделяют тысячи километров, но, как показала практика последних лет, когда особенно активной стала диверсификация рынков сбыта, расстояние сотрудничеству не помеха. Прошедшая год назад встреча лидеров двух стран придала отношениям новый импульс, одновременно задав им высокую планку. К 2020 году белорусско-вьетнамский товарооборот должен сплотную подойти к цифре в полмиллиарда долларов. Сегодня обе страны находятся в процессе поиска партнеров. Не остается в стороне и Брестская область. За четыре месяца 2018-го экспорт вырос практически в два раза. Импорт – почти в полтора. С Вьетнамом у нас за прошлый год товарооборот составил всего 6,3 миллиона долларов США. Хоть мы увеличили товарооборот значительно по сравнению с 2016 годом, но я считаю, что это не пределы. Мы значительно должны увеличить товарооборот между нашими. И я уверен, что ваш визит будет способствовать именно прежде всего развитию торгово-экономических отношений между нашими регионами. Заинтересованность в развитии диалога и сотрудничества обоюдна. В числе перспективных направлений – сельское хозяйство и агропереработка, добыча полезных ископаемых, поставки морепродуктов, туризм. Список сфер для партнерства может и должен быть расширен. Мы уверены, что после визита начнется реализация совместных проектов. Наши страны очень похожи, несмотря на географическую удаленность. У нас есть целые группы товаров, которые имеют взаимодополняющий характер. Мы видим перспективу в промышленности, туризме и сельском хозяйстве. Моё предприятие занимается сельским хозяйством с привлечением высоких технологий, но не хватает опыта в хранении готовой продукции. Надеюсь на Брещене его перенять. Ваша продукция славится качеством, а агропромышленная отрасль очень развита. Думаю, нам есть что посмотреть. Центральное мероприятие второго дня пребывания – встреча делегатов с представителями бизнес-сообщества региона. К сожалению, посетить все интересующие предприятия в рамках краткосрочного визита невозможно. Но для ознакомления всё-таки есть вариант – демонстрационная выставка. На экспозиции в технопарке собрались ведущие экспортеры области. С нашей стороны это в основном предприятия, производящие продукцию переработки, сельхозпродукции. Это у нас предприятия «Полесье», которые и без того поставляют в большое количество стран, но я думаю, что они будут заинтересованы в том, чтобы поставлять свои продукции, в том числе и во Вьетнам. Это у нас и предприятия, которые заинтересованы в поставках из Вьетнама, в том числе и чая, в том числе и масло корицы, которое в провинции Лаукай производится в значительных количествах. Среди участников выставки – предприятия, которые только ищут выход на рынок Вьетнама и те, кто поставки в эту азиатскую страну производит регулярно. Но контрактов и деловых контактов много не бывает. Каждая такая встреча – возможность найти партнеров и клиентов. Работаем с Вьетнамом с начала 2017 года. Поставляем туда субпродукты говяжьи и мясо бескостное в ассортименте. И где-то один раз в месяц мы отправляем туда морской контейнер, он у нас загружается и уже плывет напрямую во Вьетнам. Сегодня именно мы участвуем тоже на выставке с представителями Вьетнамской Республики. И вот тоже подходили на стенд. Продукцией очень заинтересовались, все попробовали нашу продукцию. Тоже сказали, видно, что натуральные, вкусные, качественные. Пригласили нас в декабре месяце. У них будет проходить выставка тоже, и именно детское питание, чтобы мы приехали и там поучаствовали. Так как сказали, что у них сейчас очень рождаемость поднялась и детское питание очень востребовано. В программе визита вьетнамской делегации также посещение мемориала «Брестская крепость Герой», центров Олимпийского резерва, погребли и водным видам спорта, а также национального парка «Беловежская пуща». К слову, диалог может быть продолжен в ближайшее время, но уже на вьетнамской стороне. Делегаты пригласили представителей Брещен и посетить их страну с ответным визитом.